Тебе помогает хорошая музыка акцентрировать потоки на чемпионате мира? Конечно. Конечно. Сейчас поток пойдет под музыку. Ага. Сейчас. Смотри. Протягивает чуть-чуть. Опа! Ой, не слазь, нелегкая! Шеф, эгэ-гэ-гэй-гэй! Совсем подрубал. Уху! Вот! Вот наше секретное оружие. Стэнччччня. Сэмбэда джанзэ. Зэмбэдж. Зэмбэдэ глэн. Зэмбэдэгэхэхэхэ Мээдэдипа rejectedüy ны. Зэмбэдэ мэдэээ'dyd мэдээн. Сэмбэдмэдрэнзэ. Сэмбэдээнгээд. Блэхэu! Уууу! Так! Спасибо! Следующий. Стрим! Наверное, не знаю, что идет стрим. Редко кто такое делает. Таких идиотов мало в мире. Ну, по сути, я, наверное, третий сейчас. Стефан Лангер, Бруно Василь и по количеству подписчиков третий я. Что, в общем-то, не может не радовать. Нам нужно подождать, пока взлетят все. После этого пройдет полчаса, мы сможем взлететь только. И потом нам лететь, 160 километров. Скорость, я думаю, будет где-то 120-110. Ну, три часа лететь. Три с половиной. Ну, вечером будем дома. Все, по нашу думу, опять у нас пони. Твою же дивизию. Ну, вот это вот называется пони, на чем взлетает сейчас этот планер. И такой же пони подруливает нам. Оп. Понеслась нелегкая. Оп. Так, я готов, закрыт. Триммер минус. Все. Триммер минус. Все, Шар, дальше все твое. Погнали. Сено какого-то накидали. Да, не переживай. Сдует, думаешь, сено? Как же я снимать буду с сеном? Ну, все, как раз будет видно, что летим, а не монтаж. Так, 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 так. Какая качковатая аэродромка. О! Видел? Ага. Вот такая. Да, я думаю, что, конечно, бочки на бочки. Ну, ушли благодаря кривизне планеты. Вот такой красивый городочек слева. И вот такой, такая промзона справа, друзья. Ничего такого красивого. А на сколько она стянуть? На 600 или на 700? А не знаю, насколько. Отцепка. Сейчас. Другой завернул. Коллега наш. Соответственные коллеги. Мы, видите, взлетели в разное время. Затянули примерно одинаково. Ну, так, вроде, погода пошла. Слава Вселенной. Подходим к потоку восходящему, в котором уже стоит много-много планировок. Вот они, смотрите. Целый табун. Ну, и сейчас капитан Оптимизм аккуратненько в правую спиралечку чпок. И будем подниматься вместе с вот этим огромным столбом. Да, красиво. Под следующим облаком тоже стоят планера. Хорошо, что облака пошли. Да, до 5 метров, смотри-ка, забросило. 3,3, 3,3 средняя. Хорошо. Капитан Оптимизм просто лапочка сегодня. Сосредоточен. Это не то, что вчера, а на тренировочный день. Он губу закусил, знаете, какая у него губа? Не дура точно. Огромное количество планировок. Мы подстраиваемся. Здесь как раз эту пятку лица. Вверху уже карусель. Карусель вообще жутко. А мы тут еще можем центрировать. Ну, мы еще можем немножко, да. Под нами есть кто-то? Ну, есть там парочка бортов. Карусель наверху, да. Ух, конечно. Ну, опять же, вот. Пузырь уходит, и все. Сейчас периодически пробивает. Нам надо по нижнему центрироваться, потому что пузырь оттуда. Чтобы вам было понятно, наверху уже люди не набирают. Видите, они в циркуляции стоят и просто ждут. И ожидают, потому что скоро каждый из них стартовать будет. Это 80-метровый класс, да, наверное? Это все, и 18-метровый. А стартовая цилиндра один и тот же? А? Стартовая точка? Нет. Разная? Разная. Чем, тебе помогает хорошая музыка концентрировать потоки на чемпионате мира? Конечно. Конечно. Сейчас поток пойдет под музыку. Ага. Сейчас. Смотри. Протягиваем чуть-чуть. Опа! Ю-ху! Пытаемся, друзья, выбраться. Вот. Диабán. Уху! Таня, вот цветок горами. già- każdymine, он об Usco. Ип tiret 一ヤ кий ti premiss ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Наконец-то поняли они, что снизу, да в другом месте нас догоняют. Их только когда догнали перестроиться задумали. Мясорубка. Так, эти вправо, эти влево. Два вправо, один влево. Давай к этим вправо. Мне кажется, если ты сейчас энергично закручишь, никому не помешаешь. Тут вниз пройдемся. Видел, как другие пришлись, но не могу ничего сделать. Все будут поправляться. Там есть один повыше. Ну, идем вверх потихонечку. Этот поток, друзья, работает сейчас как фонтан. То есть порция выплюнет воду вверх, воздух, потом чуть опадет. Если вы посмотрите на верхушку фонтана, она дышит. То чуть выше, то чуть ниже. Вот так и этот поток. Видите, мы пробиваем инверсию, вот этот вот слой воздуха темного. И над ним как раз периодически можем подпрыгнуть. Вот все сейчас пытаются подпрыгнуть выше. О, как нам. Это вообще он культурно сделал? Да, нет, я его подпрыгал. Да. Он был вверх, но он не там закрутил. Он будет стирать. Пропустим. Пахота предстартовая. Я больше всего предстартовая пахота люблю. Когда на маршруте пошел, уже все, пошла шахматная партия. А тут такое вот игрище. Игрище вокруг старта. Хотя, конечно, тоже вот это, наверное, самая азартная часть маршрута. Это шахмат. Старт сам по себе. Эвент, нажал. Нажал. 26, 31. Вос, 32. Да, теперь с 32 минуты можем стартовать. Ну, это шахмат. Мясорубочка. Мясорубочка. Где-то она мешает. Посмотрите, сколько, друзья, кто смотрит это видео. Ну-ка, посчитайте, пожалуйста, планира. Я вам сейчас проведу дугу. Вот столько. Планиров. Стоит. И еще больше вокруг летает. Ну, такая вот карусель. С переменным успехом. И капитан оптимизма, смотрите, как хорошо. Чуть-чуть бурдукнул. Как эта карусель выглядит на фарме. Тьфу, ужас. Ну, в реальности страшнее. Каждый из них знает, где середина потока. Открыть старт. Это, может, спутку же поймали за ним, что ли? А? Сейчас 18-метровые тут что-то... Виктор, откройте. 33-я минута. 33-я. Ну, кто тут подрезает? Ну, что ж, друзья, момент истины, потому что по всем нормам мы можем уже стартовать. Я нажал кнопку event, соответственно, у нас сейчас с 33-й минуты, 31-й, еще осталось несколько минут для старта. И вот тут как раз момент истины. Нам уже открылся. Да, окно открылось. 33-я минута. И не опоздать. А то все, потом снова 5 минут. А нам еще нужно зайти в саму зону для старта. Ну, как покрасательный подходит борт. Тоже наш класс. Каждый метр высоты набранный здесь, друзья. А потом будет очень дорого стоить на маршруте. По сути, стартовал на 50 метров выше, и можно не набирать 50 метров. Но вторая проблема, что пересидеть тоже будет плохо. Ну что, пошли, может, стартовать? Да, пошли, шеф. А потом посмотрим, да? Да, потом, если что, еще раз нажмем на эту кнопку вверх. Потому что мы уже не набираем, мы только сливаем. Ну и, в общем-то, у всех примерно одна и та же. Высота чуть повыше у кого там. Вот таким курсом, да, у нас надо выходить. Может, встретим что-то свое. Вон, смотри, там впереди планер что-то пытается закрутить. Или просто разворачивается. Или просто стартует. Может, и стартует. Вот как старт выглядит, друзья. Почти до линии дошел. Линия. Линия, линия. Пока думал, в которую сторону этот двухместный. Подрезал тебя, да? Не, не придумал, через какую. Ну, сейчас так. 35-ая. А у нас 30... Ну, все, сейчас. Смотрим, когда у нас старт. Чуть левее. Не важно. Там старый трек с плюсом. Сейчас у меня в градусах на 30. Все. Ва, ты как раз закинул тебя. Ну, что, поехали? Поехали. Все, мы стартовали. Кажется, не мы одни. 306 минуту. Думаешь, они тоже? Ну, что они тут? Может, они и не стартовали. Ну, что это он делает? Не знаю. Пока не знаю, что они делают. На камеру снимаются. А все, посторожно. Ныряй, наверное. Ну, и он в бане. Да, переживай. Не переживай. Н1, американцы. Ты же знаешь, что они такие. Они концентрируются на полете. Ну, что, мы уже на переходе. Так, сейчас мы чуть-чуть. Может, нас чуть-чуть три подержит? Да. А может, нет. Но только по касательной. Какие интимные подробности, я чувствовал, что экипажа... Йорин списать хочет? Да. Да, да. Первая церковь, я поставлю, как вару панырит. Все, друзья. На первого поворотного пункта 60 километров. Ну, и помчались вперед. Капитан Оптимизм сделал свечку. Да. Он ищет белизну. Вот она есть. Чтобы вы понимали, что такое белизна, это вот такое помутнение в небе. Вам на камере 100% этого не видно. Вот рядом с тем облаком видно небольшое помутнение. Значит, выкидывает воздух. Он почти готов конденсироваться. И вот за счет таких белизны такой, Капитан Оптимизм потихонечку летит вперед. Делая свечки восходящих потоков. Я какое-то время... Я провел планер, тоже сделал свечку удачную. На мой взгляд. Слева белизны много. Да, но слишком не по пути. Слишком не по маршруту, я с тобой согласен. Да, с УССР. Да, с УССР. О! Вот, 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 вот. Для того, чтобы вставать слабовато. Не-не-не, сейчас. Спарим дальше пока. Вот красивых два облака. Вот это место, где, по идее, хорошо бы будет взять. Смотри, под левым облаком белизны больше. И там крутят. Крутят, да. Ага. Уже кто-то тут крутят. Это, видишь, там старое, которое хорошее. Добавь чуть-чуть минус пять. Мы сейчас пройдем через... А? Спарый чуть-чуть добавь, минус пять лежим. Тут точно не стоять. Не переживай, не переживай, не переживай. Нет, переживаю. С парапланами у тебя старая привычка, с парапланами. Да нормальная, чем прошмешь. О, там крутят. А это облако расти стало активное. Но под ним-то чему-то ничего нету. Так, ветер. Ведер вроде попутный. Ну, идем туда, где крутят. И, друзья, оп. Раскочили? Нет, вряд ли. Вряд ли. Впереди, наверное. Не доскочили. Не доскочили. Ну, хорошо. Не доскочили точно. О, вот он. Не попали. Не попали. Сюда, 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 сюда. Ну, давай сейчас, поднимайся. О, видите, профессионал, что творит. Оно такое. Подходит кто-то под нас. Америка. Америка. Ну, под нас американский экипаж подлез. Я говорю, ой, эти потоки не так уж тут все. Да, слушай, они такие простые. Ну, только что до трех был заброс, три было наследителей. Сейчас два с половиной. Два. Вот так все. А я должен посидеть. А он вдруг и висит. Как-то к нему энергию выносят, видимо. Там то ли ветер есть, который сносит, то ли что. Главное не завозиться. Ну, и на низкие высоты опускаться не хочется. Средний поток давали три. Ну, сильные потоки до трех, как будто. Два с половиной, три у нас есть. Можно брать пока. Ну, тем более, капитан оптимизм. Аж язык высовывает эту сердце. Я же вижу в зеркало. Высовывает язык. Как старается. Перегрузочка такая. Вон. 1,6-1,7 крутят с перегрузкой, шеф. На 120-130 даже. Но надо понять, что облако стало вот это таять. Но мы, правда, к нему быстро поднимаемся достаточно. Может быть, наш поток будет в следующей порции воздуха, которое это даст. Ну, друзья, работа в одном единственном потоке. Уже какой интересный ивент. Ну что, поехали? Все, поехали. Да, пора, и облако тает. Видишь, ладно. Нет, и там, и она уже там фонтанчиком становится. Смотри, смотри, вот уже прям по курсу следующая хорошая вспышечка. Их раньше не было, они только образовались. Так что, думаю, что погнали. Не стали идти под облако, друзья, все-таки подправились четко по курсу. 30 градусов многовато. Но тем более до вспышки близко. Дойдем мы туда, разменяв не так много высоты. Смысла нет. Ради набора 200 метров делать такой трюк. Поэтому шпарим четко по линии маршрута до поворотника 38 километров. Да, вот эта белизна хорошо просматривается. Видите, друзья? Сейчас, если вам на голубых экранах видно, пытаюсь вам показать эту белизну. Все хуёё чуете нюком, нутром. Мне слишком плохо видно через фонарь. Вот она, вот сейчас. Вот она белизна. Сейчас я попробую выставить руку в окно. Когда скорость будет поменьше, вы поймете, где эта белизна. Сейчас не хочу ординамику портить. Слева видна она. Вот есть обруко, куда крыло показывает, а перед ним есть белизна. Вот это вот такими понятиями оперируют пилоты пламера. Так, нам курс шить до 20 градусов вправо. Да-да-да, сейчас следующую пройдем белизну. Так, выскочили на какую-то равнинную часть. Несок впереди нет. Нет, есть. Немножко впереди как раз есть. Опять какой-то капитан оптимизм белизну нашел. Чует он белизну? Нутром чует. Это нет ничего радостнее, чем на маршруте. Вместо минусов вот такие вот придерживания. Плюсики. Разгоняемся. Так. И сейчас по маршруту, по чревесу. Вот сейчас четко по курсу. 28 до поворотника. Здесь потери высоты идешь. Красавчик. С набором. Попробуем. Что, 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 что. Спокойно, спокойно. Будет, а будет, не будет, не будет. Все, да-да-да-да. Сзади там кто-то нас засекает. Сразу после поворота не сработало, и поэтому внутри сжались яйца. Не попали. Не попали, да. Ну, бывает. Ну, сейчас. На тот же курс, может, не дошли. Вот. Вот оно. Нет, ну, старый проходишь. Да-да-да-да. Если ты вправо еще раз закрутишь, то же самое будет. Да-да-да. Разгоняй. Да-да-да. Все, все. Да. Разгоняй. Так. Давай, я пролечу, ты подумай. А что тут? Куда американец пошел? Мы за ним сейчас идем. Делизна и вверху крутятся там те, которые впереди были в прошлый раз. Понятно. Но они сейчас оторвались, те, которые впереди, потому что мы чуть-чуть скрутили поменьше, наверное, поток. Подходим к поворотнику, 8 километров. Да, подходим к поворотнику. Да, подходим к поворотнику, 5 километров стоит планер перед нами, который зашел. Сейчас шеф будет взбрасывать скорость. Боевым будем взбрасывать. Закрылок на 4 поставлю. Оп, поставил. О, запил прибор, 5 метров. Ну, вот мы по высоте достали американца практически. Очень хорошо шеф зацентровал. Прям. Нет, это американские. Американцы хорошо. Нам-то что? Мы им по ихнему следу всего лишь. 3,5 метра в секунду. То есть, был предыдущий поток, мы стояли в 1,7. Ну, поэтому, конечно, 1,7 брать было нельзя, но нормально. Чемпионат мира нельзя. На 100 ветра выше на хвосте у нас висят. Вот какие? А, вижу. Центрировать легче, когда... Видишь? Ну, он подло на хвост лег. Ну, вижу, чуть-чуть над головой они. Угу. Ну, хорошая деревенька. Отлично набираем. Ты бы чуть-чуть 110 сделал бы. Это то есть, перегрузка 1,6... 1,5-1,7 крутишь, то есть. Так, приличненько. Чуть-чуть вот. Вот 110 сбрось. Видишь, как 50 залетит на 110 красиво. Ну, хорошо, посмотрю, посмотрю. Пробую. Да, разогнались, пошли отмечаться. Три с половиной у нас метра в секунду. И это высота, когда начинаются фонтанчики. Но они все-таки на 100 метров выше были. Да-да. Думаю, нам крайний виток и... Тоже отмечать. Так, хороший пока виток. Да, пока мне, пока 3 метра. Но он скоро уже заплавает. Ну, сейчас хорошо, 3,3 метра в секунду. Греб, бросать. Не-не, он фонтанчик, вот, начинается. Но пока будет... Ну, видишь, средний сразу падает. 2,8. Все. Идешь? Да-да-да. Погнали. Так. До поворотника 4 километра. Американский экипаж пошел на следующую точку. Там было, я даже не видел. Мы подходим к поворотному пункту. Сейчас Герматуза будет делать боевой разворот. Да? Да-да. Красивый. Касание точки. И оп. Следующие точки маршрута. Мастера ставят вообще такую одну точку в центре этого кружочка. Ну, не в центре, по краечке кружочка. Но был... Ну, не был. Есть у меня друг байкер, который на гран-при в этот кружочек залетел, но так, что внутри кружочка точку не поставил. Он там был ровно 2 секунды. Секунда до точки, секунда после точки. И туго. А в середине нету. Ну, и в итоге так вот бедный первое место-то и не занял. Очень обидно ему было. А мы пошли к следующей точке пункта маршрута. 74 километра у нас. Сзади осталась речка Дунай. И если вы успели ее увидеть, то это хорошо. Впереди закрутил американец. Сейчас будем наблюдать. Это, друзья, я показал вам маршрут, который у нас есть. Вот мы уже взяли первую точку, летим ко второй. Потом надо будет тык. В общем, зимзюги такие. У нас коллега впереди летит. Что-то он протянул очень. Не знаю, что хорошо или нет. Не попали, мне кажется. Смотри, куда он пошел. И уже выше. Ну, застранец, да. 190 метров у него. Культоракл у нас отыграл. Еще высоты чуть-чуть. Вот он, центр, да. Друзья, какая зигзюга у нас получилась в итоге. К чему это свелось? И то тут не попали. И он не попадает. Мне кажется. Сколько разница? Скорпотъемность 2,7. Разница... Куда-то он... А, сбоку он у нас. Он 203 метра. 206. 189. Ну, ты как скорость бросаешь, ты его достаешь? Не-не-не-не. Сейчас мы нашли свой центр. Ага, хорошо. 3,3 у тебя скороподъемность, отлично. Ну, друзья, вот такой вот азарт. Ты когда летишь, уже даже местности ты не видишь. Что под тобой там? Какие-то фермочки, фигербочки у тебя? Панель приборов, воздушное пространство. Сцепил зубы, видишь конкурента и шпаришь. Мда. Сколько разница с американцем? 148 метров. Догоняешь потихонечку. Выходим. Так, выходим. Разгоняешься, хорошо. Закрылок я тебе переставляю 2. Хорошо. 180, разгоняйся, наверное. Да-да-да. За потоком минуса будут 61 километр до поворотника. Парим. 1700, ну да, вот примерно одна и та же высота набора идет. На нее набираем и все. Тебя дать попить? А? Взять ручку, попьешь? Нет. Нет. Не попробую. Хорошо. 11 км в час попутного, но я думаю, что это может погрешность прибора. Это не погрешность, а это разы... Свечка хорошая. Ну что? До пяти? Not so bad, шеф. Ты умничка. Ну этот змей с нами, но мы его потихонечку достаем. 120 метров разницы осталось. Шеф, зарубился-то как мой. Посмотрите, а, друзья. Капитан оптимизм. Как зарубился. Ну вот вам как выглядит. Вот 114, ну то есть потихонечку разница. Ну вот сейчас 120. Более-менее нормально. Лучше, чем было. 3,6 средняя. 1900 уже высота. Ну хорошо, а так прострелило. Хороший ты пол нашел. В пяти километров чуть не по линии пути вспышка. А может и по линии. Я тебе скажу, когда на фронте будет. Сейчас посмотрим, сколько это выплюнет. Потому что... Согласен. Ты стоишь, 70 метров разница. Ты его потихонечку догоняешь. 76 метров пока. Хорошо. Потому что такой сильный поток на такой высоте. Согласен. 2000 мы 2 еще не набирали сегодня. 3,5 средняя. Что? 35 метров у тебя с ним разница. Догнал. 200 метров отыграли. 200 метров отыграли, да. Где-то же их проиграли. Мы их и проиграли. Небесные шахматы. Вот он, наверное, там сбиться думает. Ах, вы гады. Догнали меня такие. Нет, он тоже рад. Потому что вдвоем будет легче. Да, и потому что мы поток взяли. Друзья, сегодня тактика наша с Капитаном Оптимизмом. Не выиграть, а не проиграть. Да, уже все. 3,2 метра в секунду. Вот таким курсом. Если все. Ну, посмотрим американцы, что будут делать. Ну, нет, надо идти. Я ищу одну теорию. Ну, все, уходим? Да. И вправо 20 градусов нужно, чтобы по маршруту идти. Так, так, так. Ага, хорошо. Спокойненько, спокойненько. Все чуть правее. Так. Хорошо. 2,100 набор был, получился отлично. Средняя, сколько у нас сейчас? Я скажу. По маршруту. 122. 122. Ну, зато мы вот сейчас набор взяли полный. Заправились 2,100. Это хорошо. Not so bad. Not so bad. Так. Парим дальше. До поворотника 52 километра, друзья. Есть вопрос. Большой город по прямой, да? Во, видишь? А, вижу, да. Вот когда мы уходим или сразу чуть-чуть... Слушай, ну, сейчас 10 градусов, не больше разница. Но потом правее через лес. Ну, и правее через лес, да. Я думаю, цепляем город и идем через лес. Все, город хороший, триггер. Я уже по поводу интернета не говорю, его все равно нет. Ну, так. Это, друзья, чтобы вы посмеялись. 24 года назад мы летали на чемпионате мира. И капитан оптимизма спрашивает. Игорь, а куда полетим? Налево или направо? К правому облачку или к левому? Я говорю, конечно, к левому. А он говорит, ну как же? А он не понимает, почему я так вот выяснил, что прям вот безоговорочно. Она говорит, так там город большой, вышки, интернет будет. Сможем выйти в прямой эфир или фоточку какую-то сбросить на землю. Ну, так вот бывает. Ну, сейчас совершенно не то, так сказать. Судей никому другому. И летит по прямой кто-то. Слева два планера, но не набирают, просто летят. Так, прошли поле лес. Ух, куда лес, лес. Вышед все озеро было. Идем по кровке лесов, ищем потоки. Так, они там закинули, но не стали. Минус пять. Становится. Может, к ним быть по, и не попали. Запрямляют. Вон, на встречу идет. Что там тебе говорит? На встречу, встречный прошел. Список зуба, капитан Оптимизм шпалит вперед. До поворотника 24 километра. Высота 1200. Потихонечку теряем высоту. Мы надеемся скоро взять какой-нибудь поток. Впереди лес. Городочек. Городочек, лес. Может, консервативнее? Чуть-чуть по 80 пойдем, а не 200. Ну, как раз так. Консервативнее. Смотри, чуть справей, на 2 градуса. Там такое поле красивое. Там город потом. Песчаный. Так, на город. Сейчас чуть-чуть ввели, вот, проверь. Капельку. Буквально чуть-чуть. Чуть-чуть. Видишь? Зачусь. Ну, сейчас... У меня вправо жопа чешется. А потом на город сразу. Ну, вот теперь... О, о, жопа чешется. Я же говорил, жопа чешется. Где-то не видно. Чешется, но... Видишь, что... Нету. Ну, ладно. Такой... Ну, теперь на город. Ну, может, еще здесь где-то выстрелит? Потому что здесь где-то живет. Чувствуем? Бым-бым. Бым-бым. Да, бым-бым. Но... Бым-бым чувствую. Тысяча. О-о-о. Опа, сила пошла. Энергия пошла. Я думаю, что хотя бы метров 200 надо взять. Это нормально. Возьмем. Хорошие. Три. О-о-о. До пяти. Ах, засидись. Видишь, какие у нас жопы с тобой хорошие? У одного почесалось. У другого почесалось. А вместе образовалась... Двужопия. Удачная. А-а-а. Встал к нам. Мы его уделали, шеф. А? Американец слева. 90. Ниже. Минус 100 метров. Хе-хе. Э-хе-хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Это вам... Не юг-сель-муг сельжевать. Но это шеф летит. Великий и могучий. Главное не сглазить. Главное не сглазить. 3,7 на срединителя. 3,8. 4. Когда на тысячу берешь такой кексидный поток, друзья, это всегда очень хорошо, потому что можно набрать много высоты и, соответственно, тем самым не тратить время и оцентрирование, то есть выгодно один раз взять много, нежели там, извиняюсь, три раза подрачивать. Поэтому, потому что любой вход-поток это центрирование несколько кругов на то, чтобы его погладить, приласкать, чтобы он тебе отдался. Он сейчас пропадает тоже. Слишком рановато. Я радуюсь слишком рановато? Да, да. То есть он куда-то сносится. Надо над ним работать. Я тебе не мешаю. Работай. Не, просто радуешься слишком, Ра. Ну, это должен комментировать как-то. Чтоб не сглазить. Не сглазил я. Все, друзья, выключай, чтоб не сглазить. Вышли из потока. В лучшее время американец у нас отставал на 130 метров, а уже в конце на 100 начал догонять. Поэтому мы и вышли из потока. Потому что поток дослаб до 2,8 метров в секунду. То есть тут пик погоды сейчас. Поэтому не стоит, так сказать, тормозить. Мы набрали 1700 метров в высоту. И, соответственно, шпалим дальше. До поворотного пульта осталось 16 километров. Поворотник возьмем, поток отмаркирован. В принципе, на него можем вернуться. Вот это, кстати, хорошая тактика, лучше. Один из вариантов. Как ты считаешь? Что? Вернуться в этот же поток хорошая тактика? Да, но не надо, как говорится, в одну корзину. Согласен. Одно идет туда, другое сюда. Глядишь, и все получится. Да, вот здесь получше первого витка. Друзья, они попали в поток. Американец тоже с нами, на 115 метров ниже. Тоже пробует сцентрировать вдвоем, может легче. Нифига тут. 1,9 на среднем теле. Подожди, но сейчас вот здесь и узкий. Узкий. Вот творит капитан очевидный оптимизм. Как это выглядит на экране. Какой хуй ты трелистник нарисовал. Шеф, я покажу глубоко уважаемым любителям лёгких видоспорта эту картинку. Ты там не кашляй, давай, центрируй. Погнали. Потому что высота 1750, та же самая, на которой предыдущий поток развалился. Вот мы эту инверсию убираемся, она видишь, что их сразу притушивает. И не даёт пробиться. Так что, оп, до поворотника 9 километров осталось. Снизу какая-то автострада. Огромная автостоянка для пур. Ну вот с такой высоты, друзья, триггеры, это уже у него практически не работают. То есть тут уже повезёт, не повезёт. Нужно глобально мыслить. Типа зона лесов, там зона полей. Вот высохшее озеро, вот эта смердушка туда мокрая, оттуда соваться точно не стоит. А вот сосновые лесочки стоят. Ну, а у нас до поворотника 7 километров надо брать и назад. Подходим к поворотному пункту маршрута. Это у нас какой-то городочек, я так понимаю. Он там на носу, поэтому не видно. Сейчас будет смотреть, как шеф будет делать моего разворота. Что тут у нас? Сторку отсосало. Сторку тусал. Американец, она не гонится. На 111 метров он ниже. Погнали дальше. Чуть правее. Ты хочешь по старой линии пройти? Да. А, ну можно, да, через поток. Почти совпадает сюда, да. Тогда я сейчас переключусь на другой экран. Посмотрю, что у нас. Ну, где-то впереди наш трек. Вот таким курсом. Да? Да, отлично. У меня сохранился старый трек. Сейчас туда и придём. Первая будет? Ну, хорошо. 78 метров ниже на хвосте американец висит. Друзья, вот трек старый наш. Вот здесь мы набирали. Соответственно, я капитана Оптимизм загоняю тот поток, который мы брали до этого. Так как почти совпадают направления маршрута, это выгодно достаточно. Наша высота текущая 1050. В общем-то, не херово было бы набрать немножко. Наш аэродром где-то вот слева как раз. Да, минус 100 тоже знатнило сейчас. Минус 2,7 метра в секунду шпать вниз. Два километра до потока. Видите, этот же мул для грузовиков, но уже в несколько более низкой высоты. Вы можете наблюдать. Смотри. Я через белизну, потому что правее я вижу первая и вторая. Ну, хорошо. Потому что вторая это, наверное, там где набирали. 30 градусов, да, направо она находится. Сейчас, сейчас, сейчас. Американец прямо шпарит прямо на старый поток. Нам он поможет. Хорошо. Вот первая, это не очень выражена. Вот следующая очень хорошо выражена, но и это сработает. Смотри. Ну, дай твои слова добугу в уши. А? Твои слова добугу в уши. По 90 градусов справа в старый поток. Хочешь старый? Да. Ну, давай, старый. По прямой. Ой, нет, еще, еще, направо, еще, 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 еще. Вот по прямой он. Где-то в 500 метрах, в 300 метрах. Ну, ты сильно в сторону забрал просто. Вот сейчас он, вот. Старый трек впереди. Ну. Ну, вот. Справа остался. Нет, ну, справа, вот он. Ну, я тебе по треку говорю. Ну, хорошо. Хорошо. У меня трек есть? Уже нету, значит. Нету. Так. Следующий. Вот. Если сработает, так сработает. Не работает. Следующая белизна, да и все. Давай. А то он мы тут скорость не теряй. Вон, слева, американец. Вот, на белизну потянули. А то, а тут одинаково идем. Вот он сбоку. На 10-9 часов. Ну, бывает, дали крюка. Не, не. Все тут по плану. Пускай он проверяет там. Она будет правее взять и по маршруту вправо. Подожди. Я хочу белизну взять. Там кто-то набирает, между прочим. Ну вот. Ну, давай. Мы сейчас 30 градусов в маршруту идем. На белизной дотянулся. Выстрелил. Левую спираль встал. Понял. Вам интересно или нет? Ну, хорошо. Не, мы не попали. Мы чуть-чуть не попали. Сейчас отцентрируем. Ну, друзья, небесные шахматы. Сравнялись мной с коллегой. 700. Идем под следующий, кто крутит. Что наш поток оказался слабеньким. Принято решение идти дальше. Раскачил. Американец подходит. По идее, он не американец, но бог с ним. Тоже такой же... Дальше пошел. Нет, ты тоже не попадаешь. Не-не-не, он... Пошли дальше. А расстояние? 50. Край потока старого. Маркер. Вот здесь мы набирали в предыдущий раз. Достаточно хорошо. Ну, давай. Будем здесь проверять. Вот вправо надо тогда сейчас. Надо взять хоть немножко, иначе мы... Да-да-да, тот слишком. Тем более, что здесь поток был старый. Все одно лучше, чем там, что было. А? Все лучше, чем там, где мы были до этого. Ну, тут может попротягивать нужно. Я тебя просто привел именно в центр, где куча старых траекторий. Ветра нет, поэтому он вертикально практически идет. Ну, давай, пробивай, пробивай, пробивай. Опа-па-па-па-па-па. Пробивай. Вот как рубится Капитан Оптимизм. Видите, старый трек, где мы крутились. Он тут реально подсказал мне очень удобно. Ну, вот, слабо, конечно, но мы на такой высоте, с которой 800 метров надо реально в любом случае уходить. Если шикарных там 3,5 метров, 4, то будет до этого похуже. Но надо понять, что и погода будет стекать. Все равно все будет хуже и хуже. Ее и выключат в определенное время. Поэтому надо выбраться. Неизвестно, когда мы возьмем следующий поток. Тысяча на 1,8 уже поток. Ну, да. Давай выходим тогда. Вот таким курсом на лес. Пошли, может, если выйдем, и там он как пыкнет. Чуть-чуть левее. Вот так, да. Тихонечку разгоняйся. Фух, погнали. 1400 выход. До поворотника 55. Вперед. Друзья, я заметил планер. Вот сейчас Шепу посоветовал к нему подвернуть. И сейчас посмотрим, это поможет нам или нет. На длине. Ну, поток есть у него какой-то. Может, даже будет неплохо. Ну, ты можешь меня похвалить? Могу. Что я пиво... Значит, зачет. Сколько пива я заработал? Бутылка есть? Смотри, на третью начал тянуть. А-а-а. Хе-хе-хе. Друзья. Ну, это... В данном случае я целиком полностью считаю, что это заслуга второго пилота. Потому что он должен сидеть, меньше трындеть со всякими камерами. А больше смотреть по вокруг. Я действительно заметил. У меня жопа чесалась в эту сторону. Я Шепу говорил про это. Он не верил мне. О-о-о, это 18-метровый летит, наверное, или там, не знаю, еще кто. Но поток хороший. 4,1 метра. Это американец ниже пришел уже? Не знаю. Смотри. А-а, тут их много вообще. Тут целый табун он идет, вон. В такой... В такой, знаешь! Мне только жопа зачешется. А-а? Фух, очень приятно, когда меня шеф хвалит. Я очень люблю это. Он предка это делает. Но сейчас явно хвалит. Ну, ты расскажи хоть что-нибудь, чтобы я не сам... Ну, сколько раз тебе можно пиво заработать? Что тебе за один поток... А вдруг... Мышь, один поток нас еще не спасет. Работать надо. Работай. Вот тебе скажу. Вот так вот, без похвалы, должен работать всегда. Да, хорошо. Все, я понял. Тогда ремни не только безопасности не будут нужды, но и ремень... Вечером... Обучения. О, порки не будет? Да. Да, друзья, у нас еще и порка вечером, если плохо себя ведешь. Не только не кормят завтраком, если нагреть опоздал, но и порка. Фух, ну вот я рад, что вот этот поток нам очень нужен был. А ты представь, если бы мы к нему бы пошли, и там было полтора метра. Ну, ну... Рисковал ты? Рисковал я красной жопой. Нет, это ты не рисковал. 4-4, ты не прикинь, ты разогнался. Это чемпионат мира. Вероятность, что будет что-то хорошее гораздо больше, чем что-то очень плохое. Ну, представляете, друзья, до этого мы стояли в двух метрах. Какая обидно. В 1,7 стояли. Слушай, ну, если бы мы не стояли в 1,7, мы в этот поток не пришли так высоко. И это в самом его разгаре. Так что все хорошо. Эх, красота. Так. 1900, скоро начнет скисать. Пока три держатся, надо брать еще. Конечно. Как будто она появилась опять, эта инверсия противная. Мне кажется, что все. Ты чуть-чуть протяни на солнышко. Вот сейчас. Чуть-чуточку протяни, вот буквально капельку. И крути дальше. Еще один виток. Если я ошибаюсь, то выходи. Ну, вот одна сторона. Ну, да, да, да. Одна сторона начала работать. Ну, все, тогда прокручиваемся и выходим. Да, 2,8 инскиз. В принципе, вот эта спираль уже была лишняя. Все, выходим. Сейчас мы эту. Подсажри вот здесь кусочек. Да, 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 да. Глазкинку ее так погладь. Вот так. Тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. Так, носик так вниз. И так трик-сик-шик-шик-шик-шик-шик. Ай. Ай, хорошо, ай, хорошо делаешь. Фу. Ну что, друзья, до поворотника 44 километра. Видите, у меня уже лапы вспотели от возбуждения. Высота 1900. Зашибись, парень дальше. Вот, друзья, сейчас хорошо видна, как говорит шерп, энергетическая линия. Мы взяли небольшой крюк в сторону, чтобы зайти по эту ленту раньше. И вот сейчас она так просматривается такой дымкой белесой. И сейчас капитан оптимизм будет подворачивать влево или закрутит. Что делаем? Проедемся. Да можно даже дальше, все-таки она не жесткая, не сильно жартная. А впереди прям твой обелизнатыш и как раз подровнялся по направлению к маршруту. Да, да, да. 1250 у нас. Думаю, что под белизной впереди надо уже будет брать. А? Под белизной впереди надо будет брать. Да, 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 это однозначно. А то потом Дунай. Дунайские степи. О, есть. Апунский городовой. Вот под нас кто-то сразу установится. Он стоит тоже раком. Это наш американец по раскраске. Ну да. Неизвестно он американец или нет, но раскраска будет условно американец. Сейчас центр поймает. Вот какой. Принцесса в штопор хочет уйти. Да нет, то есть сам поток злой. Как ты говоришь. О. Льется. Вот рядышком там тоже кто-то закрутил, замутил на нашей высоте. Надо будет просмотрим. Так. Так. Ну сейчас 2,7 в среднюю, так что не так и плохо. О, хорошо. Да, вот там навстречу нам кто-то идет. У нас поток перестраивается. Ну что ж, друзья, вот так выглядит пахота. Капитан оптимизм пашет. Я здесь любуюсь по сторонам и иногда потоки подсказываю. Не дает он мне пилотировать. Запусил дела. Говорит, пока всех не уделаю, не сдамся. Открытый класс в туалет нам подстроился. Да, 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 да. Вот как М-30 там там. Ну, кто ж вас сколько набилось в наш поток? Ну, ну. Ну, иногда стрелка на 5 метрах. Ну, видите, так как потом плавает, слеподъемность там 3,1, 3,2, 3,5, там по-флякому. Сейчас, видите, 3,3. И коллеги с нами летают вместе. И вот мы опять выбрались под инверсию. Начинают кисать наш поток. Сейчас, я думаю, еще виток и выходим, да? Да, да, тут ничего уже. Все, пошла мясорубка. Ой, бля, посмотри, сколько под нас зашло. Какой бесконечный табун. Валим отсюда. Да. Они нам не страшны. Так, до поворотника 26 километров. Нормально, погнали. Тем более... Сейчас еще. Во! Энергетическая линия наша угаданная. Ну, да, да, да. Ну, и тоже, вот, смотри, впереди березость вроде продолжается, да? Да, 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 она в этой и стояла. Вот, вот в этой линии она и будет. Тем более показывает, что ветер встречный, 2,9 км в час. Примерно по линии ветра, может быть, все-таки расположено будет. Все, друзья, мы погнали дальше к поворотнику по белесости, которая есть. Наше задание. Вот поворотный пункт, куда мы идем. И потом оттуда, вот сюда останется слетать. Ну, вот мы слетали так, так, так. Вот останется так, и уже на аэродром. Так что шпарим, будь здоров. Леса под нами. Мы опять к Дунаю подходим, и это опять мертвое. Да, подходим к Дунаю, мертвая зона у Дуная. Ну, деваться некуда. До поворотника 15 км надо брать его, а потом разбираться. Лучше, конечно, брать, взять еще высоту перед ним. Немножко 3,7 метра в секунду мы схватили. Среднюю неходняк. Это значит, что впереди может быть восходняк, главное, для него попасть. И что-то так полоскало нас немножко и бросило. Ладно. Высота 1200, удаление 12 до поворотника. Прямо по курсу. Хоть и против ветра хотел бы чуть-чуть подонабрать. Да, слушай, ветра как такового почти нет. 36, то, что слева показывает, нам врет. Это ошибка прибора, на мой взгляд. Не может такого быть. Нет, нет, на другом тоже показывает. Но на другом 9 км. Сейчас уже с той стороны показывает. Так что, как бы врет это все. Понял. Ну, все равно, пока белизну вижу. Ну, давай на белизну иди нормально. Давай. На нее. Вот, что-то такое квакнуло. Ага. И расхватнуло. О! Птица, птица, птица. Птица, птица. Главное, не сбей малютку. Да, птичка нам шикарно подмогла. В которую сторону закрутить. Слушай, а тут инверсия упала, смотри-ка. Да, да, да. Ты посмотри, 1200 удуная инверсия. Вот это пипец. Ну, факт, что многое. Ну, может, ее пробивает тут инверсию? Ну, набрать бы, конечно, здесь нехерово было бы хоть немножко. Ты за птичкой смотри. Куда птичка пропала? Мы ее напугали. Так, у нас показывает по треку вот так вот протянуть. Ну, да, немножечко сюда, да. Ну, и тогда здесь закрутим. Замутим. Два, перегрузка. Выжимает весь сок из меня. Капитан Оптимизм. Хорошо, я сейчас джиметр вывел. Ну, как показывает перегрузку, как ты надо мной издеваешься. Зато с перегрузкой я люблю. Подожди. Вот сейчас. Что-то без перегрузки. Работает, капитан, работает. 1400, уже легче. Два с половиной, нормально. Нам бы из этого гиблого района выбраться. Наш американец под нами. Да там, друзья, поворотник. И видите, тут речка начинается. Там этот Дунай, около которого погоды нет. И видно даже сейчас. Видите, дымка вот эта, которая инверсия обозначает, после которой потоки не хотят идти. Ну, на текущий момент тут полторы. Мне казалось, что она еще ниже, но нет. А там было, там 1900 пробивало. Ну, посмотрим, сколько мы здесь уберем. Пока уже 1600. Может быть, я не такой... Не так, как это... Несправедлив к придунаю. Ну, вот, Йорис наш друг постоянно говорит, что говно в районе Дуная. Никакой хорошей погоды. Ужасная. И если по тряку, то ветер есть. Нас сносит. Нас сносит, да. То есть мы сейчас против ветра будем идти. Сколько километров? 9 километров, да? Ну, мы можем теоретически туда и назад вернуться. Это будет 20 километров. Как раз 1000 сбросим на 700 пройдем. 1000 сбросим, да. Ну, попробуем. Спокойно. А сейчас мы так и сделаем. Сейчас главное, что американцы обманули. Вот, американец вниз. Не-не, там с ним все хорошо. Ну, 1800 мы где-то так и набирали. Сейчас нормально все. Так, я переставляю закрыл их? Подожди, подожди, подожди. Ты все решил съесть все. Пустяк, что правильно. Подожди, подожди, подожди. 8,5 километров. Ого. Ну что, друзья, мы идем в мертвую зону в Пейдунае. Ниге. Высота 1700. У нас план потом вернуться на наш старый трек. Оп. Поворотник. Как обычно, с перегрузкой. И возвращаемся на старый трек. 10 километров до потока. Очень хорошо по ветру видно, ну, по солнцу. Вот эта черная хмарь. Инверсионная. Мы по треку своему вышли на то место, где набирали до этого потоки. Сейчас пробуем этот поток опять взять и набрать. Как вы видите, поток никуда не делся. Он, может быть, будет не такой сильный, но все равно есть. А может, будет такой же сильный. Высота, на которую мы пришли, 1200. Ну, как бы, высота-то не очень. Хорошо бы набрать, но хорошо бы набрать в сильном потоке. Ну, вот такой. Плюется. А? Плюется. Плюется. Полетели? 1300. Ну, хоть чуть-чуть, да? Ну, полетели. Полетели. Сейчас, сейчас еще. Ну, два. Может, разгонится? Сейчас как раз он инверсию пробивает. Да, друзья, вот. Ну, лучше на такой высоте чуть-чуть добрать, на таком. Ну, хотя бы, да. Хотя бы 200 метров набрать. Ну, уже пошли, да. 1400. Два метра. До следующего дотянемся. Сейчас уже вот на этой спирали 1,6 была. Вот, смотри, как дым там на горизонте выстрелил. Да, ну, это далеко. Да, ну, по маршруту мы туда дождиемся. Подожди, подожди, подожди. Клев пошел. Кто пошел? Клев. 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 Клевать начало. Но обманул. Угу. Ты решил спираль сменить? Ну, если в ту сторону не работает, может, живет в другой. Я как раз в твои студентов меняю. Я ругаю, если они меняют. Нет, это если чувства. Слышь, это не всегда. Надо, да, пошли, мне кажется. Да, да. 1600. Есть запасик небольшой. 1400. Пошли. Пошли. Время полчетвертого. Движемся к следующему поворотному. Достояние до него 95 километров. Зачем нужен такой капайлот, как я, хороший, на борту? Для того, чтобы дать капитану оптимизму возможность пописать. Капитан оптимизму, ты как, счастлив? Конечно, счастье сразу приходит. Сразу хорошо, да? Сразу хорошо. Ну, теперь он готов искать поток, высота 1100. В принципе, поток нам, в общем-то, не помешал бы. Да, и время уже полчетвертого. А по прогнозу, значит, хороших потоков все меньше и меньше. Ну, поэтому нужно не стесняться брать 2 метра начинать. А то с этого типа, только 4 берем, можно так и приземлиться. А тут лес да лес кругом, путь далек лежит. В том лесу глухом, планер в поток вставал. Эх! Ну, посмотрим. Ну, давай. Ну, что? Что? Как он тут запоет? Ну, как? Так вроде как не хуже, чем в прошлом потоке пил. Ну, сейчас ты погладишь, видите, какое песчаное поле красивое внизу. Мне кажется, был бы я потоком, я тут жил бы. Вот, вот, видишь, шеф, а ты стеснялся признаться ему в любви. Он же тебя хотел, он же тебя ждал. Ну, иногда, видишь, брыкается, еще не отдался тебе. Ты же его погладишь, приласкаешь, и он тебя полюбит. Ну, или она. Ну, наверное, мы на принцессе, поэтому он полюбит принцессу. И сольется с ней в экстазе танца небесного набора. Друзья, пока я тренджу, видите, капитан оптимизм спокойненько, аккуратненько центрирует поток. Щадит меня перегрузка, всего лишь до 1,4 в этом потоке доходит. Вот, что-то у нас подвыглянуло. Все, выключаюсь пока. Это фонтан, посмотри, как четко дым впереди тоже на нашу высоту расползается. Нет, он повыше. Фонтан, ну, пошли, ладно. Мне кажется, пора. Пора, пора, ба-ба-бам. Разгоняйся, разгоняйся. Так, идем. Так, высота 1550. Набрали 550 метров. Идем дальше. Впереди очень красивый дым, но его не видно. Совсем не по пути. Да, совсем не по пути. Жалко, а так вот рядышком пройдем. Но идем в зону, где погода получше, по крайней мере. 89 километров до поворотника. Как это задание выглядит. Вот мы делаем вот сюда зигзюк такой. И дальше пяу на аэродром. Что осталось не так далеко. И так вопрос, какие потоки надо было брать и искать. Как бы с одной стороны радостно, когда такой поток есть. С другой стороны, не радостно перед этим набрать 500 метров в каком-то говне. Ну ладно. Дарьному коню вуз не дует. Ай, конечно. Ну, по крайней мере, у нас есть шанс выкинуть таким потоком чуть над инверсией. И мы в любом случае полетим быстрее. Вы представляете, мы не долетели до него, ну сколько, ну километра два. Вот он двух километров стоял, такая лапочка. Ну ничего страшного. Хорошо, что мы его нашли. Шеф, утешь меня как-нибудь. Все хорошо. Утешь, я сейчас заплачу. Как же так же? Я уже плачу. Ты тоже плачешь? От радости. От радости. Мы взяли, конечно, зигзюгут. Это первое. То, что еще они не все исчезли хорошие. Да, это хорошая новость. А то я думал, вечер быстрее. Поэтому... И второе, что мы его взяли, причем не сако взяли у нас. Сейчас выше инверсии выкинет немножко. Очень хорошо. Шикардос. Нам бы еще таких 2-3. О, сейчас, друзья, я вам покажу, как пожар над инверсией выщелкивает. Выкидывает облако. Там, естественно, пожар и, соответственно, сильный поток. И... Сейчас хорошо видно на ваших голубых экранах. Видите, такой торчок. Пил. Но, к сожалению, нам туда не надо. А может, не к сожалению. А то там будет... Будем кашлять? Кашляет, прикрыто. Черт знает, что там горит. 450 метров мы здесь тоже взяли. Ну и все, и поехали. Ну и все, и поехали. Да, вот он уже тоже подкисать начинает. 2,3. Ой, поехали. Погнали. Фух. Эх, хорошо. Теперь я себя чувствую лучше значительно. О, а что это за город? Мы уже проходили его. А, ну да. Мы тут все по этой линии туда и сюда носимся. Да, мы тут... Прошлый рост... Раз я тоже хороший взял бы... Не, не, да. Мы в город не идем. Идем мимо. Не паримся. Мы практически через наш аэродром сейчас пройдем, да? Нет. Рядышком? Нет. Рядышком. Ну посмотри, что тут пищит. По дороге встретился какой-то поточек, который я пытался загонять, пройти по прямой, и шеф его решил взять. Да, но он где-то нас обманул. Пошли дальше. Пошли, да. Или он здесь живет, чуть-чуть правее. Или пузырь может быть шел. Друзья, если бы я этот поток не загонял, капитан оптимизм здесь бы его не взял. Скажите, напишите в комментариях. Ведь честно, я его, пока он отдыхал, я тут нашел какой-то чуть-чуть, трек-трек-трек, потом он отобрал у меня ручку и взял пять метров. Посмотрите, как подлый. Это чтобы мое самолюбие стало вот как это очко. Вот. Нет, это ты нашел. Ну, я нашел, конечно. Ты нашел, как там. Да я нашел энергетическую линию. Ты нашел, как там. О, как этот дым выглядит. Видите, как он расползается. Я в это видео обязательно ставлю дым, который около аэродрома так же все горело. Очень было красиво. Прям такое пожарище было. Вот такое же пожарище мы сейчас видим с неба и не можем туда слетать, потому что не по пути чуть-чуть. Так бы я туда слетал. Посмотрите, как оно горит. Интересно. Как кладет, как кладет. Виточек к виточку. По струночке. Две тысячи метров у нас. Три скородоемность. То есть, вот этот вот платочек нам очень, кстати, пришелся. Сейчас доберем. И поворотник остался 67 километров. Not so bad, как говорит Клаус. Not so bad. Главное, что держимся высоко. Это для вечера крайне позитивно. Две 200 набрали, друзья, но не успел это заснять, потому что капитан оптимизм вышел с потока. Вот вам пожар. Сейчас я чуть-чуть окно открою. Все камеры сдохли. Вот хотел вам показать этот грибочек ядерный. Вот как горит. Видно, как дует дым. Можно все вообще понять в атмосфере. Как выходит вверх воздух, как он располагается в доне инверсии. Как сбывает край. Что-то на дорогу, что-то на ветра. Прям наглядная картинка. Две инверсии. Две инверсии. А, да, да. Видите, вон, как загибается дым. То есть, сначала идет вверх энергично, потом идет по ветру, и потом раз, и там следующая фаза. Наверное, вот так я смотрю. Капитан Оптимизм, покомментируй, пожалуйста, дым, который мы видим на геридонте. По идее, теплый воздух в дыме должен сам подниматься до уровня инверсии. Но очень интересно то, что он поднимается только до какого-то уровня. Дальше его сдувает, и тогда его уже подкачивает совсем другой термин. Но сам воздух потеплее почему-то. Либо там очень много этих плохих и тяжелых веществ, которые не позволяют. Да, выглядит это все крайне забавно. И главное, что за тем вечером эта энергия опустится и будет смог где-то. То же самое было на аэродроме. Да, потом эта всю ночь падала, а Капитан Оптимизм не спал и был очень расстроенным с утра. Да, высота у нас 1200. Идем вперед потихонечку. Потому что эта река тоже не работает. Ну понятно, да, что река там все вырубит. Но это нас единственное, вот эти, по-моему, так работают. 35 километров до поворотника. То есть мы в любом случае речку пересекаем. Ну сейчас по ней, по идее, как раз до нее должно быть хорошо. А вот после нее плохо. И даже вон по дыбу видно дым. Видишь, как сдуло, и вон дальше... Даже ничего. И дальше ничего, да. Так что здесь хорошо бы взять, конечно. Думаешь, вот эти поля, да? Ну да, поля есть, пахота какая-то. Ну вот, я нахожусь. Давай, да. Ну и, друзья, там высота, на которую надо начинать сильно думать. 1100. Именно потому что впереди вот эта речечка веселая. Хорошо. Ну вот с 5-й же. Поворотник правее. Что, валим на город, который за речкой. Зареченск. Ну и потом на окраину города, который справа, если что. Будем там выбираться. Ну или как, как-нибудь. Да, друзья, в момент числе. Вот эта речка Теса, Теса. И сейчас, конечно, мы отгребем приключение. 900 метров. Ну, как мне не нравится. Ну как, мне не нравится. Может, консервативнее и скорость чуть сбросим? Да. Мы в городе полетели. И учти, у нас может не быть мотора по той причине, что забыли выключить питание. Ну, здесь только что-то живет. Ага. Ну, давай, 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 давай. Не только вниз, ну, давай вверх. 700 метров, друзья. Достаточно драматический момент. Ну, слева такой, нормально. Ой, шеф, я тебя люблю. Ты умничка. Эгигигей. Ну, что, не эгигигей, друзья, но, по крайней мере, уже какой-то шанс. А если случить то, что я забыл три дня назад выключить двигатель, то у нас мотора сейчас нет. Все по-настоящему. У нас села батарейка моторная. Я увидел по гаснущим цифрам. Ну, это там индикатор. Смотри, что горит. И вольтаж уже там что-то... 10 вольт. Так, что нет у нас мотора. Ну, и есть капитан оптимизм, который аккуратненько все с высоты наберет. Парет разбутый пузырек взяли с минусом. Это тот как раз вариант, когда надо заканчивать. И уходить уже. Идем на поворотник. 19 километров до поворотника. Набрали здесь 1600 метров. Неплохо. Еще все хорошо. Кажется, пока так придерживать, нужно плыть спокойненько на 120. Посмотри, мы по прямой летим лучше, чем набирали по кривой. Какая-то твоя энергетическая линия любимая. И назад... А назад по этому тропинам невыгодно, да? Ну-ка. Нам путь проходит через этот город и рядышком. Ну, да, да, да. На аэродром надо будет, конечно, чуть правее. Но тоже через город, по сути, пойдем. Это не выгоняем. Не сможем использовать. Далековато эта энергетическая линия. Ладно, спарим. Да, в любом случае, через город что-нибудь возьмем. Вот, да и как шикарно. Если бы это все и раньше... Фух, отлично. Знаете, как шеф идет. Как лев. А могли, друзья, все это время лететь в минусах, представляете? Это было бы намного хуже. 14 до поворотника. Нам остается клюнуть поворотник. И дальше от него назад на аэродром. Недалеко осталось. Хорошие новости, друзья. На высоте 1600 взяли поточек удачно. Немного и не потеряли. До поворотника 8 километров. Но нас как раз на него несет ветром. Ветер хоть и не сильный. Но тактически это верное и мудрое решение. Набрать по максимуму к поворотнику. И потом к рекамагаге лететь домой. Так что вот. Работаем. Как волки рубимся. 2,5 метра в секунду на средьбителе. Not so bad. Еще одна хорошая новость, друзья. Что мы удачно взять здесь поток. Похоже, как раз по 5 пробиваем инверсию. Видите? И нам почти хватает высоты до надолет. То есть это по сути крайний набор, который мы делаем. Он упал до 1,8. Но возможно иногда стоит так набрать, чтобы потом уже не париться по поводу, как мы домой вернемся. О, смотри, сколько сено летает. Где сено, где? Вот, вокруг у нас фонарь варивается. А, японский бог, точно. Представляете, друзья, ты хочешь закрутить? Что бы мне показать сено? Ну, это реальный смерч. Прикинь, как пробило. Ну, скороподъемность не очень большая. Но сам факт, это было круто. Ну, вот, летает на полкас сено. Свет встречи с сеном. Представляет, что он внизу за поток? Угу. Ну, мы через него можем вернуться спокойно, на поворотнику 6 километров. Вернуться потом не бывает. Если бы стадует, перестал... Чуть-чуть проти него час. Капельку. Один вот... На полкас сено. Да, 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 да. Сейчас надо идти. Но ты можешь меня смело посылать на три буквы, так же, как в прошлый раз. Если что, разгоняемся. Перучим, если ты переспал с бабой, это не значит, что на возврате, на следующий раз ты... Опять же... Скорость разгоняйся. Потом про баб. Угу. У нас момент истины. 5,7-6 километров до поворотника. Мы спокойно можем... У нас линия пути рядом проходит. Мы через этот поток... Я понимаю, что он может не дать в следующий раз, но шансы-то присутствуют. И у нас получается прекрасная вообще возможность затянуться в этом потоке и шпарить назад. Подходим к поворотнику. До 150 сбрось перед, и потом дугой. Ну, смотри. Давай. И можем так. Ну, это ты уже понты какие-то делаешь. Ну, смотри, ты. Ой, погнали домой. Ну, что ж, друзья. Перелетели не Дунай, а как его там... Тису. Тесу. Тобственно, городочек, которым было открытие вот. С правой стороны продолжается тоже Теса-Тисы. Впереди вот эти огромные пруды. За прудами аэродром находится. После аэродрома налево наш аэродром, на краю от этого городочка. Капитан Оптимизм пирачит на 220 км в час. Ну, идет как положено по долету. Шеф, а ты уверен, что там все это? Ну, я молчу, ладно, молчу. Друзья, прошу раз. Я вам расскажу, пока он летит, я расскажу вам страшную историю. Давным-давно, когда я был тупым, немолодым пилотом, это было 4 года назад на соревнованиях, и я пытался, у меня было избыточное сравнение, я пытался что-то советовать капитану Оптимизму. И как-то мы летели по маршруту, и вот он говорит, надо еще пролететь чуть-чуть вперед, еще что-то сделать. А я говорю, да вот уже нет. Или наоборот, в общем, я сказал не то совсем. Если бы он сказал, да пошел ты, и в этот момент повернул, мы бы заняли первое место по дню на чемпионате. А он сказал, ну ладно, и повернул сразу. И мы проиграли 0,7 секунды английскому экипажу. 0,7 секунды, представляете? Слово хрю не скажешь. Поэтому долет это мое слабое место, я всегда нервничаю и прилетаю на избыточной высоте. У меня не остальные яйца, к сожалению. Я могу, конечно, стиснуть зубы. И вот, ну вот, но не могу. Давайте вы будете волноваться вместе со мной. Пожалуйста, что-нибудь напишите мне. Вот представьте, как мне сейчас страшно. Я сижу в планере. Ручка моя совсем не моя. Впереди сидит настоящий боевой маньяк. Вот он. Отличное лицо. Концентрирование на даете. И мы летим. Вот иногда рыбоводные какие-то пруды. Вряд ли что-то другое должно быть. Много их. А высота все тает. Аэродромы там. У нас до спрямляющего поворотного пункта осталось 36 километров. Над ним мы будем на высоте 459 метров. И потом где-то финиш. Ну, надеюсь, капитан знает, ведает, что творит. Ну, и, собственно, он точно ведает. Вот так выглядит долет. И сказать, что это трагично, нет. Это именно надо тренировать. Я на наш аэродром в Альпах возвращаюсь всегда с некоторым запасом. В ноль никогда так не прихожу. Поэтому могу сказать, что долет я делать не умею. Я трус. И я всегда привожу избыток высоты. Конечно, когда я уже там аэродрома от аэродрома в 5 метрах, я, конечно, уже смелый. Я там уже вообще шпарю на все деньги. Но вот когда вот так... Капитан Оптимизм. А, вижу. Ты мог чуть-чуть левее взять? Нет, давай, мы не можем. Потому что нам сейчас осталось в 50 метрах, чтобы не получить феномку. У нас очень сильно... Просадила. Далет 4 километра до аэродрома. Ну, качество у тебя какое? 50 должно быть. Если не скотняков нет. На скорости 115. Когда не давит вниз. 2,6 километра до финиша. А у тебя же есть энергия еще в высоте. Ты на 150 можешь... А затягиваться нельзя, да? Ну, лучше не затягивать. Ну, ты тогда по высоте смотри, там как, чтобы мы штраф не получили. Тут... О, придерживаю. Слава вселенной. Вот, друзья, тут прям напряженный момент. Как вы видите, все как в жизни. Вот наш планер на фоне каких-то построек. Ой, какой не скотняк. Сунуло нам... Кто плюс, кто минус, как в жизни. То вверх, кто вниз. Ой! Осталось 0,9 до финишной линии. У меня показывает, по крайней мере. Да? Да. Ну, до цилиндра. А у тебя... 0,4... Вот. Как он у меня выглядит. Там же у нас цилиндр. Да, не сычен. Хорошо. Ну, мне пишут, что сейчас, но я тоже не уверен, что правильно голосу дачу. Все, пересекли, финишировали. Нет, нет. Фух, слава я этим. Так, друзья, ну, теперь можно расслабиться. Как ты не скажешь, когда шасси выкинуть? Ну, вот наш аэродром. Вот наш тень нашего планера. Что, никого нету? Никого нету. То ли мы первые, то ли... Мы дураки. То ли мы дураки. Слишком рано стартовали. Пустой аэродром. Нет, вот смотри, два... А, это торец полосы, это там маркирован. Да, ни одного планера еще не приземлилось. Вот это... Шасси. Пошел шасси. Есть. Шасси есть. Помнишь, да, что тормозов у тебя может не быть? Нет. Вот четвертый у капитана оптимизм. Закрылок на лендинг переставить? Да. Оставил на лендинг. Фух. Друзья, если... Ладно, молчу. Там бутылка была моя. Можно всегда следить о посадке по тени. Тут тень. А вот капитан оптимизм подводит планер. Сейчас будем прыгать, потому что поле качковатое, как на жизнь. Медленно-медленно будем касаться земли. Не то, чтобы он козла сделал, не думайте. Бум, 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 это такое поле качковатое. Сейчас начнем прыгать сильнее, потому что падает подъемная сила. Запахло полынью. И чипрецом. Ой, сейчас чипрецом. Заварю себе. Ух. Да, и пока мы дойдем до нашей машины, у нас же нет помощников. Никто с нами не поехал на чемпионат. Ух. Да, и яма была в конце. Ух. Ух, Барис. Ну, Шах, это было великолепно. По крайней мере, было красиво. Ну, целовать я тебе не буду, конечно. А вот, ну, показай тебе человечеству прогрессивному. Покажись. Бляха. Что? У нас. Что? Высотомер. Посмотрим, не получим ли мы штрафных за высоту. Потому что поменялось, а я по этому высоте. Давление, да, 40 метров. Ну, что делать? Что делать? А ты на сколько финишил в ноль? Да я не в ноль стянул на всякий случай, чтобы... Ну, мы пересекли на 150, мы много там не добрали бы, там, может быть, 20-30 метров. Нам время идет. Да. В течение полчаса надо... Создать все, побежал за машиной. Да. Ой, ой, ой. Подержи телефон. Подержу. Может, надо фотографировать, какие оборудования вылезают. Я знаю, если... Я чуть не посидел за этот полет. У меня вот, если снять штаны, там все будет седое. Седое. На голове, правда, нет. Принцесса на стояночке. Друзья, из хороших новостей. Мы приземлились первыми, как оказалось, на аэродроме. Это... Как выкатились первыми с утра и приземлились первыми. Это из радостных новостей. Из нерадостных новостей мы получили 13 очков штрафа. Товарищ капитан Оптимизм, скажите, за что штраф? За слишком низкую высоту пересечения финишной линии. Механический вариометр. Зависит от давления. Давление упало. На 45 метров упало. Ну, и в итоге мы заработали, прошли немножко низенько, чем нужно было. Конечно, мы могли это устранить. У нас была скорость 150, надо было потянуть ручку. Мы бы набрали 40 метров и ничего бы не было. Но это как называется, если бы до ковы, до вартура скили грибы, до вот это был бы уже не дед, бабушка, да? Капитан Оптимизм, расскажи в итоге, как получилось все. Почему ты уступил третье место нашему коллеге? Потому что он летает на пламере царь. Если его на предистанте, его могут сцарить. Выгнать? Да. Какой кошмар. Да. Ну, пришлось нырнуть. Ты на одну подкинешь ну линию? Да. Ради друзей. Спасибо вам. Большое спасибо. Отлично. Зато мы первые выкатились. Первые финишировали. Третьи по скорости пришли. И четвертые по результату. Я считаю, что нет повода для оптимизма. В смысле, есть повод для оптимизма. Да, есть все нормально. Планиризм это как... Вырвать очко у товарища? Да, вырвать очко у товарища. Подарить очко товарищу. Вот мы 13 очков подарили. Первый. Ха-ха-ха-ха. Отлично. Третья. Да. Нет. Нет. В смысле? Нет. 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 Субтитры создавал DimaTorzok